Уважаемые коллеги, выбор темы был обоснован тем, что в моей консультативной практике очень часто такие пациенты с функциональными расстройствами желудочно-кишечного тракта. И часто они обращаются в связи с тем, что эти пациенты, особые пациенты, чаще всего это хронические пациенты, и они, так как генез, патогенез функциональных расстройств, он многофакторен, и поэтому здесь эти пациенты периодически блуждают, блуждают от терапевта к гастроэнтерологу, психотерапевту, к психиатру, обратно. То есть это бедолаги, такие пасынки общей медицины, которые вот так страдают и недостаточно получают помощи. Потому что, ну, сейчас, извините, так, это работает? Переключатель, вот это страдает. А, ну, это по памяту. Дело в том, что функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, они, я с самого начала скажу, могут разные основные группы этих расстройств. Это, может быть, функциональные расстройства такого соматического регистра, скорее, в основе которых лежат, там, может быть, особенности функционирования желудочно-кишечного тракта, гиперсенситивность, гипермоторика толстого кишечника и при синдроме раздраженной кишечки. А, может быть, второй вариант, это вариант невротический, соматофорно-вегетативная дисфункция. Третий вариант, это, может быть, вариант аффективной патологии, депрессия, маскированная депрессия. То есть это совершенно разные варианты и разная помощь этим пациентам, совершенно разная стратегия лечения их. Но нередко окончательно им не устанавливается этот диагноз. Просто существует, вот, там, например, синдром раздраженного кишечника. И вот этот пациент с этим диагнозом и гуляет по всем разным специалистам. И часто не получая достаточно хорошую помощь. Здесь, вот, видите, функциональное расстройство. В частности, это соматический такой вариант. Видите, разные отделы желудочно-кишечного тракта. Есть, может быть, и функциональное пищеводное расстройство. Это, может быть, и гастро... Расстройство, связанное с функционированием желудка и двенадцатиперстной кишки. Это, может быть, и кишечное расстройство. И это, может быть, хроническая абдоминальная боль функционального характера. Ну, и основные, как бы, диагностические критерии. Ну, прежде всего, продолжительность. То есть, это хроническое заболевание. И поэтому здесь, по крайней мере, необходимо, ну, не менее чем три месяца вот этого существования симптоматики, с которой, жало, пришел пациент, чтобы можно было, ну, предполагать наличие функционального расстройства. Кроме того, конечно, это и отсутствие, при исследовании соответствия, отсутствие морфологических нарушений, структурных нарушений. Кроме того, это также важно в проведении вот этого целого комплекса исследований для того, чтобы снять возможные причины органического характера при этом у данного пациента. Ну, кроме того, здесь также, может быть, и самое разнообразное для таких пациентов характерно предыдущие какие-то транзиторные такие вот нарушения типа пищевых инфекций, интоксикаций, отравлений и так далее. И, кроме того, конечно, нередко для этих пациентов характерна той или иной степень выраженности тревожных и особенно депрессивных расстройств. Что касается вот соматофодно-вегетативной дисфункции, то есть невротического варианта функционального расстройства, то вот здесь видите по ОНКБ-10 соответствующие есть клинические варианты этих проявлений, связанных с функционером верхней желудочно-кишечного тракта и нижнего отдела. И здесь я хотел бы обратить внимание вас на вот этот синдром раздраженного кишечника, которым как бы наиболее часто приходится вот мне, в частности, в консультативной работе сталкиваться. И где важно определить вот синдром раздраженного кишечника. Он входит в классификации гастроэтерологов и в то же время входит в классификации психической патологии, как невротический вариант. Ну и вот здесь надо разные диагностические как бы критерии вот этого невротического варианта функционального расстройства. Ну хронический характер, в общем-то, это тоже важная характеристика. Иногда эти пациенты годами приходят, обращаются и исследуются у гастроэнтерологов, и к терапевтам приходят, и к психиатрам, и к психотерапевтам. Ну, важная характеристика является невротического варианта, но убедительное как бы отсутствие структурных нарушений желудочно-кишечного тракта. И исследования, которые на сегодня существуют, могут точно показать отсутствие или наличие этих структурных нарушений. Ну, кроме того, конечно, часто вот эти симптомы как бы усиливаются, обостряются, но при таких как бы незначительных даже нарушениях диеты. И это, может быть, часто не с тем связано, что нарушается само содержание этой диеты, а только с теми переживаниями, которые могут быть при вот изменениях диетов, в том тревоге, страхе перед возможным негативным воздействием того или иного продукта. Ну, кроме того, конечно, факт озабоченности у этих пациентов по поводу наличия возможного какого-то тяжелого серьезного заболевания. И хотя они периодически как бы соглашаются с терапевтом, гастроэнтерологом, что у них действительно какое-то функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта, но в то же время постоянно остается и периодически усиливается вот это представление о возможном серьезном, не доходя до размеров ипохондрического, но озабоченность как таковая, она у них постоянно присутствует. Ну, и здесь очень важно также всегда особенности как бы истерических черт у данных пациентов, то есть вот это стремление к тому, чтобы привлечь внимание близких и врачей, вызвать соответствующее сочувственное отношение к ним и вызвать озабоченность, стремление помочь и так далее. Это тоже достаточно четко прослеживается при невротическом варианте. Ну, а здесь, видите, все же вот эти три варианта фактически с точки зрения современного биопсихосоциального подхода, это как бы рассматривается скорее как психосоматическое расстройство почти при каждом из этих трех вариантов, то есть соматическом варианте функционального, невротическом варианте и депрессивном варианте, при всех, конечно, вот этот элемент, аспект психосоматического присутствует в той или большей или меньшей мере. Ну, что касается психодинамического направления, то, значит, здесь давно известно постепенное развитие понимания психосоматического расстройства. И в то же время есть некоторые общие позиции, которые сохраняются в данном направлении психодинамическом, которые также, естественно, как занимаются функциональным расстройством, трактуют их как психосоматическое расстройство. Вот это характерные особенности и черты наличия у таких пациентов прямого такого как бы перехода эмоциональных каких-то состояний на уровень физиологического функционирования организма, в частности, желудочно-кишечного тракта. Ну, кроме того, это и вот это наличие символического иногда момента, значимость какой-то данного расстройства, данного комплекса симптомов, связанного с теми внутренними переживаниями, с тем внутренним конфликтом или той зоной конфликтной, которая имеется у данного пациента, особенно пациента с навротическим вариантом функциональных расстройств. Ну и, кроме того, конечно, это и наличие некоторых таких скрытых, подавленных эмоциональных состояний. Это не только, конечно, агрессивные или сексуальные подавленные, но это могут быть широкий спектр эмоций, обиды, неудовлетворенности и так далее. В любом случае этот негативный эмоциональный компонент, он вот присутствует у данных пациентов. Ну, и редко тоже вот это понятие соматизации используется для понимания функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта, в частности, да. Ну, и здесь важным является то, что под соматизацией предполагается вот такое как бы расстройство, которое связано с каким-то внутренним неосознаваемым конфликтом у данного человека. Ну, и самое главное, что здесь вот Липовский подчеркивает это, что имеется такая склонность, тенденция устойчивого у данного пациента вот такого быстрого, прямого передвижения, перехода, что ли, вот негативных эмоциональных состояний на физиологический уровень. Ну, вот, как среди функциональных расстройств, я говорил, чаще всего встречается вот этот синдром раздраженного кишечника, и это функциональное такое заболевание, которое характеризуется и болевым компонентом, и дискомфортом, и нарушениями типа диареи или запора. Ну, и здесь, как всегда, при этих симптомах имеется также равнообразное эмоциональное состояние, чаще всего симптомы тревоги и депрессии, иногда фобические элементы этого состояния. Клинические варианты синдрома раздраженного кишечника – это болевой такой преобладание, полиметеоризм, может быть, расстройство стула, типа вот такой психогенной диареи или запоров, психогены, психогенных запоров. Итак, вот видите, три варианта. Соматический вариант, он представлен в соответствующих гастроэнтерологических классификациях синдрома раздраженной толстой кишки, где в основе вот лежат либо особенности, такой устойчивой особенности личности, тревожной чаще всего личности. И, кроме того, на физиологическом уровне такая гиперсенситивность, гипермоторика толстого кишечника. Невротический вариант в данном случае – это вот соматофонно-вегетативная дисфункция, ну и в основе ее прежде всего, конечно, невротические зоны конфликтности, внутренней конфликтности, являющаяся неосознаваемой обычно пациентом в полной мере. Ну и вот депрессивный вариант, чаще всего это соматизированная, маскированная депрессия, где маской этой депрессии может быть вот синдром раздраженного кишечника, например. Что касается ипотокинеза, диагностики синдром раздраженного кишечника, то, конечно, прежде всего важно как бы устранить возможное наличие органической патологии, потому что ее в этом случае она отсутствует. Ну, кроме того, вот это качество такого, ну что ли, механизма некоторого физиологического является вот эта повышенная такая гиперсенситивность и гипермоторность слизистой оболочки толстой кишки. Вот здесь, кроме того, значит, здесь также отмечаются некоторые личностные особенности на уровне акцентуации. Это не является как бы расстройством личности зрелой, как патологии, а скорее на уровне акцентуации. Такие вот наличие устойчивых, тревожных черт, характерных для этих пациентов. Ну и, кроме того, здесь могут быть также вот эти разнообразные, разнообразные как бы, ну, внутренние конфликты, зоны конфликтов. Может быть, истерические черты, может быть, особая, как бы, система защитно-совладающего поведения у этих пациентов характерная. Вот, в частности, это смещение, перемещение эмоционального переживания негативного на физиологический уровень. Ну и другие, кто, кроме того, это может быть и алекситимия, тоже как особая такая характеристика, свойственна этим пациентам. Ну, здесь важно при диагностике вот функциональных расстройств не только, как бы, негативную диагностику проводить, то есть устранение возможных, как бы, таких причин органической, предположения органической патологии, но и позитивная диагностика, позитивная диагностика, которая позволяет определить, во всяком случае, достаточно убедительно, невротический, например, компонент, невротический вариант сеново-раздраженного кишечника. Ну, и здесь, как бы, с одной стороны, действительно, выявляются особенности негативного детского опыта в анамнезе. Фактически у каждого пациента при даже коротком изучении анамнеза раннего детства можно у самого пациента, или, если есть возможность у родителей, выявить вот такой негативный опыт пищевого поведения у данного человека, взрослого уже. Кроме того, для характерно нарушенные такие родительства детские отношения, то есть директа, это озабоченность в системе их отношений со стороны родителей, тревожность, озабоченность, повышенное внимание к пищевому поведению ребенка. Это тоже обнаруживается у такого рода пациентов. Ну, и, конечно, наличие возможной конфликтной зоны в системе значимых отношений. Чаще всего обнаруживается особенно убедительное, это нарушенные отношения, конфликтные отношения. Ну, например, зависимости и независимости в отношениях с матерью данного пациента, как правило, обнаруживается. Ну, и, кроме того, конечно, важна и психологическая защита и совладание особенностей у данного пациента. Я уже этого касался. Кроме того, конечно, важным является определение внутренней картины болезни. Это целый комплекс таких переживаний, но это может делать даже и терапевт при однократном, хотя бы коротком таком общении с пациентом, выясняя особенности его переживания собственной болезни, что он о ней думает, что он чувствует, связанные, какие эмоции связаны с его заболеванием, и как он ведет себя сейчас в период этого заболевания. Это может дать много для врача понимание того, что вот эта развернутая такая непростая внутренняя картина болезни чаще всего может быть у пациента с невротического варианта синдрома раздраженного кишечника. А бедная внутренняя картина, монотонная, она скорее может быть характерна для соматического варианта или для депрессивного варианта функционального расстройства желудочно-кишечного тракта. Таким образом, коллеги, я должен подвести итоги и сказать, что вот эти три варианта, очень важно установить, какой из них характерен именно для данного пациента, который обратился с вам в жалобы, который укладывается в функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта. Какой из этих вариантов? Потому что иначе в зависимости от этого выстраивается вся стратегия. Потому что если это соматический вариант, возможно, это самая разнообразная диета, разнообразное средство, которое улучшает функционирование кишечника. Да, но и, конечно, всегда элемент психотерапии тоже присутствует в этом. Но все же не является самым главным. В случае невротического варианта, конечно, самым главным является это не лекарственная терапия, а психотерапия, то есть направленная на... Она очень трудная для таких пациентов, очень трудная. И многим психотерапевтам не хочется работать с такими пациентами, потому что они длительное время сохраняют вот эту соматоцентрированную концепцию болезни, и все время пытаются соскальзывать вот на возможное соматическое, как бы, происхождение своего расстройства. И поэтому, как бы, их ожидание от психотерапии, что она должна быть, если этот метод используется, должен быстро привести к изменениям позитивным, не получается. И в этом смысле приходится проходить поэтапно определенный путь к психотерапевту, прежде чем он начнет работать с истинным источником его расстройства, невротическим конфликтом или зоной невротических конфликтов, с тем, чтобы осознать и дальше выстраивать уже другую систему восприятия мира, поведения, отношения с окружающим, самооценка и так далее. Но если депрессивный вариант, то в этом случае, конечно, лечение антидепрессантом является главным, естественно, методом. Хотя и психотерапевтический подход здесь для этих пациентов тоже имеет, естественно, ваше значение. Ну, вот, собственно, все, что я хотел вам сказать. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы, конечно. А, может быть, вопросы, да. Большое спасибо за прекрасный доклад. Подробнейшим образом рассказано о данной тяжелой патологии, органической или неорганической, функциональной. История вопроса разобрана. Но микрофон плохо работает, значит. Но у меня голос достаточно громкий. Спасибо. Алло. Раз, два, три. Ну, я громко буду просто говорить тогда. Хорошо. А будьте добры, скажите, немножко уточните. Связь кафедры терапии клиники Эйхвальда, которую я хорошо знаю, эндокринологи там прекрасные, Зульфия Левкатовна и другие, связь терапевтов, кафедры терапии с кафедрами эндокринологии, психологи, есть ли клиники Эйхвальда или приходят на консультацию. То есть комплексы лечения данных больных и функциональных, и даже с органической подоплекой. Спасибо. Ну, знаете, здесь кафедра терапии, она, конечно, и ревматология, и так далее, сейчас очень длинное название, она, конечно, связана с другими отделениями. Сама клиника терапии связана с другими отделениями, и, конечно, постоянно функционируют взаимные консультации, без этого не обойтись в реальной такой лечебной практике. К сожалению, такого психолога или психотерапевта, как такого работающего в этой клинике, нет, поэтому там эту функцию выполняю я. То есть я консультирую в тех случаях, когда возникают вопросы, положим, когда диагностика затрудняется, и непонятно, за счет чего тяжесть этого состояния, тогда врачи обращаются ко мне. А может, это связано с каким-то психическим элементом. И в случае того, что не удается эффективно лечить пациента, тоже обращаются ко мне. Ну и, как правило, правильно они обращаются, потому что находится вот это дополнительное психоэмоциональное расстройство, которое как раз и затрудняет точную диагностику, и не дает эффективно проводить лечение. Поэтому, конечно, когда я провожу лекции на всех циклах для терапевтов по депрессиям, по соматоформным расстройствам, по психосоматическим и так далее, то для них это очень важно. Но очень важно, и жаль, что нет помощи такой, чтобы комплексно, как бы, вот Жена Лидзе, например, у них бригада всегда. А здесь, получается, в центре Петербурга, рядом с Таврическим дворцом, нет фактически бригадной помощи. Каждый врач должен обладать, уметь быть психологом, психотерапевтом, горячим поверчим, светлой душой, высоким интеллектом и знанием. Но не всегда такие лекции. Поэтому этим больным надо помогать комплексно. Три дефицита времени у врача еще, в особенности амбулаторного. Он был всегда дефицит, включая педиатрический университет, где на приемах у врачей на Матросово-22 давалось каких-то 5 минут, а приходили 60 больных. Ну, понятно. С 9 и до не 3, как положено, а до 6 вечера. Ну, это ужасно. Я знаю, я там была сама. Это ужасно. Когда еще был совет. Это тяжело, да. Спасибо. Еще вопросы? Слегковка, психотерапии. Да. У меня был вопрос, да, я бы мог из него паркнуть. Это особенно, спасибо. Ваша концепция, вернее, концепция Шемеровского Константина пересекается с вашим докладом? Или у него это, с вашей точки зрения, отдельный? Ну, с его концепцией я недостаточно знаком, поэтому не могу сказать. Но, по-видимому, вы сопоставили, увидели общие подходы и различия. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok